Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю за приглашение на конференцию. Ваши конференции традиционно проходят очень живо и интересно. Постараюсь кратко, без потери научного содержимого, осветить те моменты, которые могут позволить нам в условиях достижения целевых показателей и стремительно ухудшающейся кадровой ситуации среди медицинских работников достичь все-таки максимально ранней диагностики злокачественных новообразований. Ну, прежде всего, я хочу вам напомнить о том, что любой с клинической точки зрения ранний рак, с биологической точки зрения, является поздним. Поэтому мы в данном ситуации, разговариваем эту тему исключительно между собой, но мы должны понимать, что населению мы должны давать более позитивную информацию о том, что ранние, да, успехи, но при этом мы должны понимать, что пока человечество не способно верифицировать злокачественные опухоли, находящиеся на самых ранних именно молекулярных биологических этапах. Онкологическая настороженность – это то, чему, с моей точки зрения, необходимо обучать, прежде всего, соотечественников при помощи средств массовой информации, либо еще каких-то других вещей. Мне очень понравился сегодня доклад доктора-драматолога, который показал о том, как люди могут осмотреть свои кожные покровы. Скажу откровенно, у меня были сомнения по поводу того, что это можно сделать, но вот я посмотрел, оказывается, что это можно. Ну да, мужчинам это всегда, конечно, сложнее, но мужчинам многие вещи сложнее делать. Онкологическая настороженность – это прежде всего симптомы, на которые пациент должен обратить внимание, ну или если он пришел к доктору и рассказывает ему об этом, то очень желательно, чтобы и врач любой специальности тоже обратил на это внимание. Насторожно нужно относиться к любым болезненным проявлениям, которых раньше не было, пусть лучше опухоль не будет обнаружена, чем пропущена, но пока мы чаще диагностируем рак, то есть констатируем, но его не выявляем. Сигналы возможной онкологической опасности. Среди перечисленных на этом и на следующем слайде сигналов онкологической настороженности, хочу подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев при возникновении побочных жалоб, подобных жалоб никаких злокачественных опухолей обнаружить не удастся. Но между тем, эту диагностику дифференциальную нужно будет провести. Значит, возможные сигналы онкологической опасности, это не проходящие более двух недель кашель или появление мокрот с примесью крови, изменение в работе кишечника, как длительная диарея, так и длительные запоры, изменение, оно прежде всего появление уплотнений в молочных железах как у женщин, так и у мужчин. Напоминаю, что мужчины, страдающие гинекомастией, находятся в зоне риска по поводу рака молочной железы. Рак молочной железы у мужчин встречается значительно-значительно реже, чем у женщин, но результаты лечения этого заболевания, к сожалению, также значительно-значительно хуже. Нарушение мочеиспускания, в том числе появление в моче примесей крови, охриплость голоса, не связанная с простудой, сохраняющейся дольше трех недель, но прежде всего об охриплости голоса необходимо судить у тех людей, для которых голос не является профессиональным инструментом. Изменение или увеличение лимфатических узлов, не проходящие более трех недель, изжога, неокупируемая приемом лекарственных препаратов, появление затруднений при глотании, быстрая и неумышленная потеря веса, лихорадка и потливость по ночам, появление изменений в пигментном образовании, то есть в родинке, либо травмы родинок, не заживающие язвы на коже или на слизистой полости рта. И в том случае, если в месте нахождения конкретного пациента имеется хоть какое-то медицинское учреждение, то, конечно, это выявление анемии, в общем, анализы крови. А выявление любой анемии у человека, ну, прежде всего, необходимо у женщин это сочетать, то есть выпало ли это на первую фазу менструального цикла, потому что тогда анемия может быть связана именно с кровопотерями, то есть с гиперполиминарией, но у мужчин анемия как более четкая диагностическая находка, которая позволяет, заставляет принимать усилия по исключению злокачественной опухоли. Онкологический скрининг – это второе направление после онкологической настороженности, которое помогает максимально рано выявлять злокачественные опухоли. Как вы знаете, скрининги – это обследование практически здорового населения. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, во время диспансеризации в 2018 году удалось выявить практически 199 тысяч человек, у которых обнаружено злокачественное новообразование. Минздрав, разумеется, подчеркнул в многочисленных своих отчетах и докладах. И сегодня мы как бы под онкологическим скринингом понимаем в нашей стране именно прохождение бесплатной диспансеризации. И все те опции, которые включены в диспансеризацию, у нас сегодня и относятся к категории скрининга. Но хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день во всем мире среди доказанных эффективных скринингов пока есть только для четырех определенных видов рака. Это колоректальный рак, рак молочной железы, рак шейки матки и частично рак легкого, то есть исключительно для курильщиков со стажем. В отношении скрининга колоректального рака и рака молочной железы, помимо того, что эти методы скрининга демонстрируют достаточно высокую эффективность и максимально раннее выявление злокачественных опухолей, прогрессивно растет и количество, будем говорить, оппонентов, которые утверждают, что, так сказать, они не дают то, что декларируют. Но я предлагаю этот вопрос не обсуждать в рамках этого доклада, так как все-таки пользы, с моей точки зрения, от этих видов скрининга значительно больше. Скрининг на рак желудка есть только в Японии. В других странах считается, что выполнять фиброгастроскопию ежегодно не нужно, но врачи все же рекомендуют провести ее хотя бы раз в жизни, в том случае, если человек никогда не жаловался на проблемы с желудком. То есть у него не было боли, хорошо переваривается пища. В условиях современной жизни, когда человечество за очень короткий промежуток времени перешло с приемов продуктов питания на прием корма, ну, здоровый желудок найти нельзя. Сегодня в медицинском институте продолжают также студентам на первом курсе говорить, что не переживайте, к концу обучения гастрит мы вам гарантируем как минимум. Поэтому получается, что выполнение ФГДС, которое, да, может быть и не является скринингом, но подавляющее большинство взрослых людей делают в жизни неоднократно соответствующим образом по показаниям, возникших со стороны желудка. Онкскрининг рака молочной железы. Каждой женщине нужно раз в месяц проводить самообследование молочных желез. Да, я согласен с коллегами, что эффективность этого метода невысока, но женщины, которые выполняют самообследование молочных желез, они более сознательно относятся к своему здоровью, и это их просто-напросто дисциплинирует. Поэтому, собственно, как бы привитие такого навыка и популяризация этого метода самообследования необходимо делать исключительно с точки зрения повышения дисциплины и ответственности за свое здоровье среди женского населения. Мужчинам с гинекомастией, по идее, это тоже делать нужно, но вопрос достаточно деликатный, а по той простой причине, что это можно, с моей точки зрения, объяснять только при личной консультации мужчины, то есть, если он пришел к врачу по каким-то поводам. Всем женщинам необходимо скрининговые УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов и плюс-минус маммография, которая зависит исключительно от возраста, плотности молочной железы, ну и соответствующим образом, если при УЗИ обнаружили какие-то там образования, которые требуют маммографического исследования. Сегодня во многих клиниках, не только в частных, но и в бюджетных, в кабинет маммографии стоит аппарат ультразвуковой диагностики. Специалист по маммографии прошел тематическое усовершенствование по УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов, и все это в руках одного врача. То есть соответствующим образом всем УЗИ, затем соответствующим образом маммография, если она нужна или направлена. Хочу сразу же обратить ваше внимание, что онкомаркеры никакого отношения к скринингу не имеют. Онкомаркеры не подлежат клиническому трактованию в том случае, если у пациента нет верифицированной злокачественной опухоли. Онкоскрининг ракошейки матки продолжает снижать смертность во всем мире. Наиболее большими темпами это снижается в Китайской Народной Республике, потому что там к профилактическим осмотрам и к посещению врачей, в основном среди женского населения, устроены настоящие демократические меры принуждения, потому что Китайская Народная Республика катастрофически нуждается именно в женском населении. Мужским населением они готовы поделиться. В отношении онкоскрининга рака молочной железы, вы все знаете хорошо, мазки на онкоцитологии. Хочу напомнить вам, что для того, чтобы мазок на онкоцитологию, или он ПАП-тест, или тест по Папа Николау, был максимально информативен, необходимо, чтобы до взятия мазка с наружной части шейки матки, во влагалище не было 48 часов никого и ничего. Если это условие нарушается, диагностическая ценность снижается. Но для того, чтобы правильно взять мазок, получается, что сначала женщина приходит к гинекологу, а потом гинеколог ей рассказывает, что двое суток должен быть половой и физический покой, а потом прийти сдать мазок. Страховая компания, разумеется, это не одобрит, это будет исключительно расценено как приписки, но дальше я не буду комментировать. Но, пожалуйста, не забывайте об этом факте. Жидкостная цитология более информативный метод, но соответствующим образом он стоит денег. По современным взглядам, в отношении онкоскрининга рака шейки матки считается, что для женщин после 65 лет, которая как минимум последние 10 лет добросовестно проходила онкоскрининг, а за последние 20 лет у нее на шейке матки не обнаруживали предраковых изменений, скрининг можно прекратить. Но так как, соответственно, растет продолжительность жизни человечества, я думаю, что эти критерии будут соответствующим образом пересмотрены. В отношении скрининговых программ рака легкого, ну, хочу обратить ваше внимание о том, что только низкодозная компьютерная томография имеет значение в отношении скрининга опухолевых заболеваний легкого. Значит, сразу хочу напомнить, что в идею компьютерной томографии заложена гипердиагностика. Это сделано умышленно, поэтому, естественно, все полученные результаты компьютерной томографии нужно описывать и оценивать, что называется, без фанатизма. Помните, что компьютерная томография органов грудной клетки позволяет видеть не только объемное образование, но и состояние сосудов. Я просто вам напоминаю, что кардиохирурги виртуальную коронарографию, ну, в принципе, верят. Да, они делают, но не забывайте, что можно посмотреть еще и сосуды. Особенно важен скрининг, это прежде всего для курильщиков. И важно в следующем случае, если человеку от 55 до 74 лет он курильщик или бросил курить менее 15 лет назад, посчитать, кому нужен КТ-шный скрининг, очень просто. То есть нужно правильно ответить на вопрос, сколько лет вы курите. Умножить это число на ежедневное количество пачек сигарет, если получилось больше 30, нужен скрининг. Например, по пачке в течение 30 лет или по 2 пачки 15 или по полторы 20. Еще кому нужен КТ-скрининг, если среди кровных родственников был рак легкого. Причем, ну, разумеется, среди материнской линии более важный момент, потому что родственником первого порядка для любого человека является именно мать. Отец не является родственником первого порядка, но, естественно, кровных родственников отца также необходимо учитывать. Скрининг колоректального рака – это, конечно же, исключительно реальная колоноскопия с возможностью биопсии. Это единственный адекватный онкоскрининг колоректального рака. Виртуальные колоноскопии могут судить только о функционале, биопсию взять невозможно. При онкоскрининге колоректального рака необходима прежде всего тщательная подготовка. Это обязательное условие. Значит, клизмы для подготовки к колоноскопии не годятся ни в коем образом. Если пациент готовился к клизмами, можно колоноскопию не делать. Сразу написать заключение – ректит. Контроль через 2-3 месяца. То есть, ну, не тратить ни время, ни труд по стерилизации инструментов. Только лекарственными препаратами типа Фротранс, которые соответствующим образом очищают кишечник естественным путем, то есть сверху донизу. Не забывайте о том, что в процессе подготовки необходимо выпить достаточное количество жидкости. И необходимо помнить о том, что врач-эндоскопист чистить кишку не обязан. Это никаким образом не относится к его профессиональной деятельности. Поэтому вот здесь вопрос оказания медицинских услуг. Но, извините, эта услуга уже не медицинская. Вы, называется, себя приведите в порядок, потом приходите. При скрининге колоректального рака очень важно еще учитывать сезонное обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Необходимо об этом помнить. Особенно, если есть язвенные анамнезы, гастритные анамнезы. И, соответствующим образом, пациент в своем рассказе рассказывает о том, что у него, да, весной и осенью наступают. Вот всякого рода изменения. Помните, что скрининг в это время года тогда делать не нужно. ПСА-скрининг не снижает смертность от рака простаты. И на сегодняшний день, как бы вот это вызывает во многих странах, в том числе и в нашей, некий такой вот шок, что делать с мужчинами. Американцы в 2012 году прекратили скрининг рака методом взятия анализа крови на простатспецифический антиген. То есть тем мужчинам, которые не предъявляют жалобы, соответствующим образом скрининговая ПСА не проводится. То есть в Америке скрининговая ПСА проводится только тем мужчинам, которых у нас показывают в рекламе на федеральных каналах. Когда мужчина всю ночь не дает семье спать, он выключает телевизор, там он что-то забыл в холодильнике, там он еще куда-то уходил, он за цветами, потому что он не мог там чего-то дождаться. То есть вот они, да, должны идти по американским взглядам на скрининговая ПСА. В нашей стране ПСА скрининг по-прежнему остается крайне популярным. У меня нет однозначного, так сказать, мнения о том, что это нужно прекратить и не делать, потому что тогда наши мужчины, в принципе, вообще не будут попадать к врачу. Так их хотя бы приводят, да, а так, ну хоть какое-то сито, на них хотя бы кто-то посмотрел. То есть и женщины хотя бы знают, куда его отвезти, то есть потому что он дома уже всех измучил. Но помните, пожалуйста, что ПСА очень важны прежде всего для, в соответствии с сопоставлением с жалобами мужчины и с его семейным анамнезом. Если среди его кровных родственников есть больные раком простаты, на это нужно обратить внимание. Конечно, сильно акцентировать на этом тоже не нужно, потому что иначе мы можем вызоветь. Ведь у нас рак предстательной железы после ПСА-скрининга в стране растет такими темпами, что ни одна болезнь такими темпами не росла. Поэтому роботизированная хирургия на аппаратах до Винчи проводится уже 25 часов в сутки. То есть прибор не выключен. Да, у нас метод ПСА. Ну, если у мужчины при скрининговом ПСА выявлено повышение, то скорее рано, чем поздно он простату потеряет. Тем или иным способом. Ну, как бы никто не сможет взять на себя ответственность, что если выше нормы, то с соответствующим образом идите, будьте спокойны, ничего не сделайте. Помните, пожалуйста, если вы являетесь адептами все-таки ПСА-скрининга, о том, что к сдаче анализа крови на ПСА необходимо готовиться. То есть в течение двух недель физический и психический покой, в течение трех-пяти дней половой покой. То есть вот эта вся подготовка соответствующим образом рассчитана на то, что она как бы даст максимально адекватный анализ крови на ПСА. Но, помните, что нашим пациентам никто никогда этого не рассказывает. Более того, если мужчине вынесли в коридор направление и сказали, что это нужно прийти и сдать завтра анализ крови, рассчитывать о том, что он почитает в интернете о том, как нужно готовиться, это неправда. Когда меня, извините за выражение, посылают в магазин, если мне в записке не написали полбулки серого хлеба, я его не куплю. А на фразу, а ты что, не видел? Я говорю, я-то видел, но мне же не написали. Поэтому, почему я до... Нет, мужчина, он устроил правильно. Дана команда, он ее выполняет. Если не было команды, значит, можно не выполнять. То есть, всем, как говорится, покурить и оправиться. Помните, это вот, так сказать, ну, некая такая психологическая особенность мужчин. Поэтому, либо рассказывать, ну, либо, собственно говоря, получать ложно-отрицательные результаты. По данным Министерства здравоохранения, а теперь Министерство здравоохранения у нас и онкологическую статистику очень активно в средствах массовой информации публикует. То есть, это вот РБК 2019 года. Значит, что теперь в нашей стране является самыми распространенными онкозаболеваниями? Это, конечно же, опухоли кожи. Ну, туда добавлена меланома, то есть, участие меланомы. Теперь у нас опухоли кожи, ну, практически во всех регионах на первом месте. Рак молочной железы, ну, прежде всего, у женщин он растет. Рак легкого теряет свои позиции. Помните, что это общемировая практика. Значит, рак легкого уменьшается среди длительно курящих и злоупотребляющих алкоголем мужчин. И растет у благополучных, не курящих женщин. Почему это происходит? Да, мы, как бы, судить не будем, но вот среди благополучных барышень, которые никогда не курили и работают в офисе, то есть, у них, как бы, нет, почему-то начинает расти рак легкого. А, как вы помните, для курильщиков есть еще и скрининг. Но только не подумайте, что я провожу скрытую рекламу. Ни в коем случае. Но вот как-то так устроена жизнь. Значит, Министерство здравоохранения объединяет рак тела и шейки матки в одну позицию. Соответствующим образом показатели достаточно высокие. Колоректальный рак, простата, желудок, который, естественно, уменьшается во всем мире. Прямая кишка, лимфатическая кровотворная система и почки. Ранняя диагностика онкологических заболеваний. Здесь может быть, это более детальное обследование, может быть рассмотрен такой вариант, как медицинский чекап, то есть, или онкологический чекап. Но помните, что пока в нашей стране чекапы являются соответствующим образом платным удовольствием. И государственный бюджет пока чекапы персонифицированно не покрывает. Под чекапом подразумевается набор индивидуальных обследований, которые проводятся по запросу пациента с учетом его возраста, пола, семейного анамнеза. В семейном анамнезе важную роль играют не только наличие онкологических заболеваний у кровных родственников, особенно первого порядка, но и диабет, и сердечно-сосудистые заболевания. Ну, прежде всего, гипертоническая болезнь. Значит, поэтому в отношении ранней диагностики, то есть тогда, когда, в принципе, медицина может уже, собственно, оказывать и некое воздействие уговора на пациента, сегодня есть только диспансеризация со всеми включенными моментами. Диспансеризация в нашей стране бесплатна. Поэтому из этих полученных данных мы и будем строить предполагаемую картину. Но мы, как онкологи, можем активно популяризировать, прежде всего, это раннее применение передовых методов диагностики, которые позволят улучшить у отдельных групп пациентов отдаленные результаты лечения. Основой онкологического диагноза остаются результаты гистологического исследования и иммуногистохимия. Поэтому биопсия, морфологическая верификация принципиально важна при обнаружении любых злокачественных новообразований. Но при отдельных опухолях можно после, без морфологической верификации, выполнить позитронно-эмиссионную томографию в комбинации с компьютерной томографией. То есть это метод гибридной визуализации, или, как его называют, молекулярной визуализации, который стремительно развивается в нашей стране и во многих сегодня регионах. Этот метод бесплатный. То есть для онкологических пациентов он выполняется по ОМС. Значит, соответствующим образом есть две категории пациентов. Это опухоли легкого и метастатическая меланома, где можно выполнять по современным рекомендациям без морфологической верификации. Во всех остальных случаях ПЭТ-КТ только после результатов гистологии. Дело в том, что при редко встречающихся клеточных формах результаты ПЭТ-КТ, ну, они, собственно, не очень информативны. Плоскоклеточные раки, аденокарцинома без повышенного слизообразования, да, никаких вопросов. Хорошая визуализация с редко встречающими несколько хуже. Но ПЭТ-КТ изначально как метод создавался исключительно для больных раком легкого, то есть при обнаружении опухоли и исключительно с той целью, чтобы повысить количество радикальных операций. Как вы помните, биологические особенности рака легкого заключаются в том, что если пациенту, его врачу очень сильно повезло и опухоль удалось выявить на операбельном этапе, когда можно выполнить радикальную хирургию, то, как правило, после радикальной хирургии такому пациенту больше ничего не нужно. То есть роль послеоперационной одиуантной терапии, она, будем говорить так, обсуждается и дискутируется. То есть эти пациенты имеют всю возможность дальше жить долго и счастливо. Помните, что при обнаружении объемного образования в грудной клетке, прежде всего это консультация эфтезиатра. Консультация эфтезиатра всем и как норма. Помните, что выражение врача-рентгенолога в вашей клинике, который посмотрел вот так на просвет снимок и говорит, да не, зуб даю, тут не туберкулез, не является основанием для исключения туберкулеза легких. То есть туберкулез, во-первых, требует более комплексного подхода для подтверждения или исключения. Ну а самое, конечно, важное, что результаты лечения туберкулеза легких несколько отличаются от результатов лечения рака легкого. Поэтому сначала нужно отправить к врачу-фтезиатру. После того, как врач-физиат раскрутил туберкулез, ПЭТ-КТ с 18 в торгозоксин глюкозы в режиме «Все тело». Это помогает, во-первых, пациентам, у которых солитарный узел, но он накапливает радиофарм препарат, сразу отправиться на операцию и не делать лишнюю морфологическую верификацию. Тогда ему выполняется лечебно-диагностическая операция, потому что образование нужно удалять. Если солитарное образование не накапливает радиофарм препарат, ну, здесь необходимо обсудить, не является ли это нейроэндокринная опухоль. Карциноид глюкозы не докапливает, там нужно будет соответствующим образом 68-м галле метить ДОТАТЭЙТ или ДОТАНОК, то есть другой радиофарм препарат. Эти тоже есть трейсеры в нашей стране. Ну и соответствующим образом есть анамнез. Ну и дальше смотрится по размерам, то есть есть определенные программы наблюдения ПЭТ-негативных пациентов. С опухолем легкого. У больных раком легкого, у которых на первичном этапе уже метастатический процесс, ПЭТ-КТ изначально сделанный, позволяет этим пациентам не выполнять инвазивные методы получения гистологического, то есть получения биоптата. Дело в том, что, ну, вы понимаете, что и трансторакальные пункции, и соответствующим образом бронхоскопии, это не совсем такие безобидные процедуры. И если мы по результатам ПЭТ-КТ видим у пациента метастатический рак легкого, и радиофарм препарат с одинаковой интенсивностью накапливается в основной опухоли и в одном из регионарных лимфоузлов, то есть надключичных, подключичных, то достаточно провести эксцизию лимфоузла под местной анестезией, без всяких инвазивных вмешательств. И из этого узла сделать все. Гистология, иммуногистохимию, мутации генов, экспрессию и ПДЛ. То есть все, и спокойно дальше уже лечить пациента индивидуализированно. Причем это все будет сделано за один момент, и не будет соответствующим образом таких напряжений, потому что пациентам с метастатическим раком легкого, особенно у которых уже есть признаки выраженной дыхательной недостаточности. Ну и, конечно же, нужно к этим процедурам готовить. ПТКТ с 18 в тордозоксиклюкоза является методом неинвазивной дифференциальной диагностики добра и зла. Как я уже говорил, нейроэндокринные опухоли имеют низкую метаболическую активность, особенно мелких кочегов, но встречаются реже. И ПТКТ при раке легкого целесообразно всем пациентам после консультации в тезиатра. У которых по данным любого рентгенологического метода, то есть рентгена или КТ, были выявлены признаки опухоли легкого. Метаболические изменения при раке легкого являются более надежным критерием метастатического поражения регионарных лимфоузлов, чем анатомические изменения при компьютерной томографии. Ну, про рак кожи отдельно останавливаться не буду. Значит, если по данным дерматоскопии есть подозрение, что пигмент похож на меланому, а по данным объективного исследования есть большие подозрения, что она уже метастатическая, то есть есть внутрикожные сателлиты, есть увеличенные регионарные лимфоузлы, которые не надо даже пунктировать, то есть их видно, пациент рассказывает, появились какие-то новые, то есть есть понятие, не надо биопсировать первичный пигментный очаг и создавать потом проблем с выяснением пациентов, потому что вы его не удалите, он может заживать достаточно долго, и потом будет такой красивый рассказ, в больницу пришел здоровым, а они меня там, ПЭТ-КТ с 18-фтор-дезоксиглюкозой и всю гистологию из регионарного лимфоузла. Соответствующим образом это будет неинвазивная процедура и, соответственно, максимально персонифицированное лечение. Онконосторожность пациентов и врачей всех специальностей, плюс адекватный скрининг, плюс ранняя диагностика позволит достичь целевые показатели не только пациентов, но и общества. Благодарю за внимание. Продолжение следует...